Микс Ньюс Личное утро мы продолжаем Личное утро начинается И у нас сегодня в гостях Актер Гундерс Абулынч Здравствуйте Гундерс Доброе утро Гундерс Абулынч хорошо Всем известен наверное Но все равно раз личное утро Положено немножко представить Гостя актер Сам из актерской семьи Из семьи Талый Валдес Абулынч Вера Сингаевской И брат тоже в общем Не актер но Марис Абулынч Музыкант и звукорежиссер Многие знают Гундерса По владежному театру Театру юного зрителя Как он тогда назывался И театру Дайлос И новому рижскому театру И в интервью Которое я читала Отмечается что Гундерс Актер самого широкого амплуа Трудно себе представить Какие-то наверное Ипостаси в которых Вот Вы не могли бы там сыграть Вот пародийного До траги Женская роль Женская роль Мужская роль Еще могу добавить Что Гундерса можно увидеть В Германии В театре Можно увидеть В театре русской драме И можно увидеть В кино Это нужно там Поискать Поискать На вас писали Что вы первый актер Который получил Серьезное приглашение На Западе Вот такое действительно Что-то серьезное Потому что на Западе Серьезное потому что И снимались Мои коллеги Уже начиная С Лилей Твозова Не Барса Мукаловича Мартин С Лей Цит Они же снимались В России Это тоже за границей Теперь у нас Ну только в другом направлении А вот именно подчеркивают Что на Западе Всегда труднее пробиться Ну потому что Языковый барьер Не оперные певцы Оперные певцы У нас Музыка Даже как баскетболисты Хоккеисты Там нет языкового барьера Вот Да Ну Такой случай А у вас Был языковый барьер? Он всегда Существует Потому что Ну дело не в том Что ты говоришь Хорошо или нет Но Умеешь И сможешь ли ты Переключить Своё мышление На этот язык На котором ты играешь Это важно Это труднее всего А там У вас этот язык был? Вот на котором Вам пришлось Я знал немецкий Я уже на немецком Даже играл Но мы же С Ауэсом Херманисом Делали проекты И в Цирихе И в Кельне После этого Уже как-то Это Ну возможности Уже Тоже пришли другие Я получил приглашение В другом Другой постановке В Вене В Бургтеатре Играть Тоже Ну кстати В русской классике Войну и мир Мы там ставили Ну я уже потом Позже подключился Тогда еще Даже в оперы Тоже играл Вестовская речь Ставила опера Бриттена Сонь летнюю ночь Это в Берлине И там В некоторых операх Есть такие Ну актерские роли В которых ты Не поешь Но ты в музыку Должен укладываться Ну там Это Гномика Или какая-то Пак Которая называется Немцы называют Его Пук Пук Имеют уже Другую ассоциацию То что мы Оставили Пак Так что Ну нет Дело в том Если ты играешь в театре Театр живой То уже Языковый барьер Он как-то становится Не таким значительным А как иметь Такую Просто про актерское Про актерское ремесло Спросить А как Как иметь Такую возможность Играть с разными Актерскими школами Ну вот У Рафальсона На своих приемах Да Вы в Королир играете вместе В Германии Там Может быть Они про Станиславского знают Но у них Наверное Своя система Да Нет Нет Ну вообще Все системы Которые сейчас существуют Они как-то базируются И имеют очень прямое Может быть иногда Не совсем одинаковое Но отношение К системе Станиславского На этой системе Можно встроить И фундамент Это фундамент Да Как Ну Как дерево Ставало Потом ветведьки Они расходятся Это система основная Я считаю И отношение К этой системе Ты можешь делать Альтернативу Но уже Альтернативу Этой системе Так что Система Станиславского Там очень часто Сейчас упрекают Ну Ну ты такой старомодный Ну ты По Станиславску Нам там Что ты объясняешь Да Да Говорю По Станиславскому Хотя я эту систему Так досконально Не изучал И все его Труды Тоже не читал Но Интуитивно Я так Ну Себя Чувствую Что я Этот Этот подход К делу Я понимаю А я не могу Так Осуждать Этой системе Поскольку Я ее Не изучал Да А как вы Вот Играть С непрофессиональным Актером То что вы делаете В спектакле Сони Ну понимаете Раньше Таких Театральных Вузов Вообще не было И институтов Технологических Не было И вот Были ремесленники У них Эти самые Были ученые Они потом Учились Ремеслу Делу Постепенно И так Становились Мастерами Так и Женя Исаев Наш коллега Который был Сценным рабочим Но который обладает Прекрасным Талантом И очень Глубокой Эмоциональной Душой Он научился Этому делу Постепенно Мы его учили В процессе Работы Так что Он Сегодня Такой же Профессионал Что касается Именно Работы Актера на сцене И выполнения Данной ему Задач Он Очень хорошо Работает Очень интересная Работа есть Вы когда Вот сейчас Вы Звезда Нет Пожалуйста Этот Вычеркните Пожалуйста Я очень Не люблю Это слово У вас Есть этот Поворотный Спектакль Когда вы Ну или работа Когда вы поняли Что Вот Вот все Вот эти Зернышко к зернышку Заполнило Какую-то часть Да И Это уже Выглядит Таким Не кубком Ценностью И Из чего Я не Совсем Понимаю Ваш вопрос Это Обычно Это Нормально Да В каком Повороте Вы думаете В жизни Одного Спектакля Вот мы Сыграли Сто Спектаклей И был ли Один Удачный Которым Я совсем Согласен Ну вот Вы Учились Шли Репетировали И Один Спектакль После которого Вы поняли Что вы Мастер Знаменит Да Этого Вот эту мысль Нельзя к себе Подпускать Вообще А есть Такой Спектакль Понимаете Я думаю Что их Может быть Даже Несколько Ну Понимаете Феномен Нашего Нашей профессии Состоит в том Что Вот это все Было вчера Вот вчера Вечером Мы сыграли Соню Было два Не совсем Удачных Спектакля Но это Наш А вчера Вот он Как-то Сложился Был первый На уровне Второй Был с техническими Там Накладками Все Мы там Еле-еле Добрели До конца Но Я надеюсь Что зрители Это немного Почувствовали А вчера Вот все Опять Сложилось Понимаете Это все Было вчера А сегодня У нас тоже Спектакли Это надо все Делать заново Вот это не существует Это не Картина Которая Вы можете Ту же картину Смотреть Через пять Десять Двести лет И вообще В нашей профессии Нужно Через каждые Пять Лет Как у машины Делает капитальный Ремонт Движка Так надо Все разобрать Стертую Или испорченную Деталь Убрать Сложить Смазать И заново Вот такой Капитальный Ремонт Своего понимания Профессии Надо через Каждые пять Лет Делать Вот буквально Понедельник Записался На мастер-класс К Розину Буду учить Опять что-нибудь Учиться у него Перезабрать Это не уехать В деревню На три месяца А это Снова учиться Да Я думаю В том На пять месяцев Ты не уедешь Это Так сказать Утопия Проветривать Своё сознание Мысли Что-то новое Видеть Других людей Встретить Будто они Из других Театральных школ Или другой Религии Или вообще Другим пониманием Жизни Это всегда Это всегда Это пища Потому что Единственное горющее На чём Работает театр Это жизнь Люди Их отношения Отношения К событиям Это единственное Горющее Если ты вот это Профильтруешь Через свой мозг Это единственное Горющее На чём работает театр А в театре У вас Если вы в трупе Находитесь Вы должны быть Все заодно Как бы Вот такими Своими Да И чтобы был Диктатор Ещё такой Да Диктатор Обязательен В театре В театре Не существует Демократии Ну К сожалению Это Слово Ну Может годится Для каких-то Речей Или каких-то Предвыборных Обещаний Но В жизни В театре Демократия Не существует В хорошем театре Есть диктатура Но есть Просвещенная Диктатура Просвещенный Монарх Лидер Ну конечно Это важно Кто именно Пост диктатора Занимает У нас И профсоюза Нет Мы говорим Про Решский Новый театр Где диктатор Херманис Да Он диктатор Херманис Но он Может быть Это не самое Подходящее Слово Просвещенное Но Светлая Творческая Личность Которая И Не теряет Свою человечность И заодно Готова На жертвы На свои На чужие Чтобы идти вперед Это как лидер Такой лидер Должен быть А в демократии Это Ну нет Только лидера Понимаете А что значит на жертвы На чужие Вот меня интересует Свои ладно Допустим А вот Насколько Херманис Готов приносить Жертвы чужих Да Ну мы жертвовали Частью своей трупы Ну Они перешли На них штатное положение Это было больно всем Особенно тем Которые перешли Но и Херманис О них просто Из списка не вычеркнул Ну Он К этому решению Тоже подходил Не так легко Как бы нам Со стороны казалось Ну Мы друг друга Как-то уже узнали И чувства Мы знаем Понимаете В театре должна быть Такая Ну Банда Вот Самый большой порядок Существует В преступных структурах И вот такой же принцип Преступные структуры Но только в положительном смысле Должен существовать Вот это как семья Как итальянская семья Нет чужих людей Да понимаете Итальянская семья Там мама Падре Мадре Там папа Там сыновья Старший сын Моложе Младше Там внуки Дети Они кладятся Они размножаются И там Понимаете Вот такая Вот А на этой структуре семьи И итальянская мафия держится Она держится до сих пор Главное Чтобы она пользу приносила Если мафия приносит пользу А в чем же вред Тогда Пусть она существует А какая роль у вас В этой банде Ну я не самый крайний Не самый крайний Ну а вдруг придет время И станете самый Придет Конечно Вы думали об этом? Думал Конечно Думал Чем дольше я живу Чем чаще Я задумываюсь Об этом Но всегда есть возможность Чему-то опять новому научиться И Ну пока человек Учится Чему-то И удивляется Чему-то Он живет Когда он Перестает учиться И чему-то удивляться Он Продолжает свою Эксистенцию Но уже Жизнью Это трудно назвать Я стараюсь Чему-то научиться Или удивиться Чему-то И радоваться Ну это такое Для меня самого Ну так А с возрастом В театре вообще Ну это исключение Как Рафальсон В театре Чехова Ну да Но таких Ролей для таких актеров Мало В драматургии Их не написано Уже вся ставка Делается на актеров Которые между 25 и 35 лет Ну до 40 Может быть Это основное Они тянут Репертуар А для женщин Еще хуже Там вообще ролей Нет Ну а что Вообще нет ролей Для пожилых женщин Для женщин В возрасте Ну почему Ну конечно Можно делать Но так В истории театра Драматурги не написали Ну ты имеешь Бабушка Няня Старая Княгиня Ну так Три сестры Хотя бы Ну там Сколько у них лет Это же Ну да Такие Зрелые девицы 18 22 25 Там уже Вошла старушка Лет 25 Не замужем Не замужем Да Это же Другой возраст Другие У нас Ну генералом становились Там уже в 40 лет Я буквально не могу Смотреть Когда Ну вот На артисток Которые вот Приносят себя в жертву Потому что У них нет ролей Получается Они вот делают Эти пластические операции Бесконечные Вот Чтобы просто Мало Ну Играть какие-то Более молодые роли Посмотрите Как прекрасно Ну как прекрасно Справляется Со своим возрастом Скажем Моя коллега Регина Разум Да Прекрасно Как справляется Мирзе Мартинсона Эсмералда Армала Ну я могу назвать Простите Если кого-то Я не назвал Это же если женщина Слышит А почему он меня не назвал Я и вас Думал ввиду Но забыл вас назвать Извините Но Женщина умеет умно Может умно стареть И как это Трагикомично выглядит Если женщина Начинает Со своей Богом Данной внешностью Что-то делать Чтобы выглядеть Не так Как она На самом деле Существует Ну это Но мужчины Актеры Конечно исключения Бывает что это нужно Мужчины актеры Достойно стареют Так они тоже делают Это самое И все Делают Ну дело делают Но они женские журналы читают Я думаю И Но в лоб колет что-нибудь И волосы красят И все Ну Если это нужно Ну Понимаете Дело Все дело состоит Ну В чувстве меры Ну если это нужно Чуть-чуть Может быть Как-то себя Но надо себя Держать в порядке В форме Да Я не пример Этому делу Я Я не Я знаю Что так надо Но я сам этого Не всегда делаю Должен больше Чаще Не делаю Чем делаю У нас в гостях Гундерс Баабалыч Да Говорит Которая женскую роль играет И которая принесла Абсолютную славу В России Вот Награды Не в женской роли Тут тело Мы говорим про спектакль Соня Соня Татьяна Толстой Которая идет Сколько уже лет Десять Примера была Тринадцатого апреля Две тысячи шесть Да Тринадцатый лет Уже это четырнадцатый сезон Я не знаю Тринадцатый Ну мы не считали Но около четыреста спектаклей Мы сыграли И здесь за рубежом От Новосибирска До Сатьяго До Чилы Везде мы были С этим спектаклем Но тут дело Не в женской роли Тут дело В прекрасной Душе Очень некрасивой женщины Мы разгадываем Загадку Этой души И этого события Этой судьбы Что с ней произошло Это делает два мужика Два взломщика И мы взломщиками входим И взломщиками уходим Но это такая мистерия Мы разгадываем А как бы это было Что Почему так случилось Какая она могла быть Это душа Этой Исключительно Некрасивой женщины Об этом дело Не женская роль Это не женская роль Часто это так воспринимают Но это не совсем верно Это не женская роль Это мужская роль Это попытка мужчины Мужика Грубого Сказать Грубого взломщика Романтика Собрать эти осколки Одной тарелки Которая была Вот Нашли там в песках Каких-то глинах Какие-то осколки Собирают такой мозаик Но некоторые Просто Не достают Не хватает А вот Какая бы эта тарелка Что это за мозаика Могла бы быть Вот это Наш подход Который мы старались Сделать И есть люди Которые именно Так и воспринимают Люди 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 Которые На которых Больше увлекает Рецептура Этой курицы Которую Мы там делаем Ну По всякому А вы короля Лира Смотрели Когда вот Привозил сюда Сутирикон Нет Нет Просто так совпало Что и у нас Свой тут король Лир И там король Лир Это никак не помешало Знаете У нас же было Один тот же спектакль Одного же Тотого драматурга Параллельно идет В двух И даже Может быть даже В трех спектаклях В театрах Латвии Ну это конечно Может быть Не так Выгодно С точки зрения Зрителя Потому что Зритель ну пойдет На один гамлет Но на второй Может быть не пойдет Если это не любитель театра А то что вот Король Лир идет В разных интерпретациях Ну и что Нет я хотела спросить Как у вас впечатление Я не видел Я не видел спектакля Я Я был Потому что Совсем разные же Постановки Вы выбираете Работы Какой у вас Принцип Принцип что Работа выбирает Меня А И если диктатор отпустит Да Но он Сам Довольно часто По творческим причинам Отсутствует Так что он Не ставит препятствий Этому делу Он понимает это Легко вот так Мотаться туда-сюда Вот как вы ездили Там в Мюнхен В Ригу Нет Нелегко Можно привыкнуть И не так Можно время использовать Ну это Этой переездке Устаешь Ну там Вот запираю домашнюю дверь Открываю Свою дверь В Мюнхене Это занимает Пять с половиной часов От порога до порога Как Далгов Пилс на поезде съездить Да Примерно Ну на автобусе Ну не знаю Ну Можно почитать По дороге Можно поспать Можно Кое-что еще Не знаю Ну Ну и почитать Поспать можно Ну Подумать Я как-то Влекся Судоку Сейчас эти Покупаю Там Судоку Там в Германии Очень большой выбор И там разные сложности Вот до 12 пояса Я уже дошел Вот 13 Я уже не справляюсь Там какая-то хитрость Должна быть Которую я еще не постел На каком языке Судоку Нет Это же Это цифры Цифры Правильно В квадратике Девять цифр Да А какой у вас метод Вы с карандашиком Затираете Или в голове держите Нет С карандашиком А затираете А я вот ограничил себе это Я Ну я так постараюсь Ну если очень Ну попроще как-то Ну да Запоминаешь А вот там Или-или-или-или Это уже Из девяти Ты уже двух убираешь Значит там уже Ты смотришь уже Это как-то визуально Тебя тренирует Концентрацию И какую-то память Да Я иногда Если очень сложный То я все-таки Делаю эти заметки А если проще То Ага Ну тут уже Ясно Тут получается Я вот хотела спросить Вы Вполне по-моему Ну то есть Вы очень востребованный Актер Да Вы абсолютно Вошли в эти Там переезды Перелеты И Ну в эту жизнь Сумасшедшая А почему вы там Вот в одном интервью Как-то мельком Видела Что вы написали Что вы 21 век Это не ваш Да Это не ваш Не думан А что вам Вас не устраивает В 21 веке Соцсети Там скорости Не знаю Гаджеты Или люди Отсутствие права Делать ошибки Все уменьшается Какая-то человечность И Все Как-то Люди разучились Что-то делать Просто так Да разве Да Ну Нет Ну не все Так сразу В один день Переменилась Но это Это уже Утекает И И В фантазии Вот у людей Сейчас какая Понимаете Мышление Типа комикса Или видеоклипа Вот такой быстрый Короткий монтаж Это все длится 3-4 минуты Насколько песня идет А Время Как-то течет По-другому Ну некогда Углубиться Понимаете Прыгнул Выпрыгнул А углубиться Нырнуть Некогда Тайна нужна Да не тайна Но как-то Все можно Вот Понимаете Вот все Чем-то Ну не все Но многое Чем-то заменено Вот хороший продукт питания Прошу не будем О гастрономии То мы Понимаете Заменены Вот Нормальные Чистые продукты питания На чем-то другим Вот Какие-то чувства общения Вот Письма уже рукой Или даже Почтовые карточки Уже почти никто не пишет Почти никто Письмо рукой Ну или СМС Или имейл Там быстренько А вот это Я так обрадовался Мы были с другом С моим приятелем Однокурсником Были кататься на лыжах Это было в Австрии Мы Там Заехали очень высоко Один из этих Верхних пунктов И там тоже Такой кафе Большой сугроб Над крышей Там эти Уже люди Чистят подходы Это было Самое утро И вынесли Такой знаете Вот такой Как бы Доску Там где мелом Написано Меню обычно А там написано У нас нет Вай-фай У нас люди Общаются Друг с другом И поставили Я так Обрадовался Я так Обрадовался Этому Что вот есть Вот такого Человеческого общения Вот раньше Мы как-то Собирались Мы пели Песни какие Ну это будет Пять, шесть Или десять песен Не всем же текст А сейчас Никто же не поет Ну иногда В каких-то еще В хоровых коллективах Там собирается Нужно быть что-то споют Или какую-то поездку В дороге В дороге там Что-то споют А я помню Раньше мы собирались Было застолье У нас родители Собирались люди Ну мои Родители дружили Там были люди С оперы тоже Которые Весь рабочий день Поют Они собирались За столом Покушали Выпили рюмочку И пели Песни Сейчас прервемся На песню О новостях Микс Возраст Возраст Моего тела Такие большие Я как-то Это тоже Диагноз Могу Ну если бы Ну если бы Знал Не сказал Но мы же Вот делаем Все Мы же идем На поводу Вот этих Криков Действительно Эти Политизированности Скорости Передачи То есть Вы тоже Сдались Письма Не пишете Рукой Очень редко Но я Получаю На каждый день Рождения На Рождество На Пасху И получаю Карточку Писанную рукой Еще завернутой В бумажке И еще В конверте Из Гулбена Из того Там живет Один наш Семейный Старый друг Бывший Председатель Сельсовета Райтис Аполлупс Человек Который Любит театр Который Любит Артистов Художников Он Мне Ну не только Мне Многим Но он Пишет Рукой Каждый год На день рождения На Рождество На Новый год На именины Пишет мне Карточку Это пожалуй Единственный Человек Который Мне пишет Рукой Остальные Там Есть Технологии Там можно записать Голосовой На Ватсап Можно СМС Можно Имейл Мессенджер Вот сколько Возможностей Вайбер Еще есть Ну я Я не участвую В этих Инстаграмах Меня нет В инстаграм Меня нет Я Я сто грамм Употребляю По-другому Ну Хватает Всего этого Тебя как-то Вот лично Твоей жизни Всем до нее Есть доступ Все имеют К этому Какое-то дело Или считают Что имеют право Какие-то Дела В моей личной жизни Решать Вот это Мне В этом веке Не очень нравится Ну вы же Публичный Человек Да ну и что Не должно быть Таким естественным Что все интересуются В вашей личной жизни Есть же Понимаете Это любопытство Это порог Это плохо Но люди хотят А вас узнать Любознательность Это хорошо А любопытство Это Замочную скважину Это не любопытство Нет А как это называется Ну а как это Ну это Тоже любопытство В бинокль за птицей Наблюдать Тоже любопытство Это любознательность Да Вот Где вы эту границу видите В мире Ну вот Между любознательностью Ну как глубоко Как глубоко Ты заглядываешь Ну хочется же Дальше и дальше Как только любознательность Ну так откройте дверь Представьтесь И войдите А вы там В замочную скважину Ходите У меня Как я в душ иду И что мне в шкафу И обсудить потом И обсудить потом Неужели почему это Я увидел у него Это и это Он вот с этой женщиной Там обедал Ну и что Вы в ток-шоу участвовали Вас приглашали В ток-шоу Ну ток-шоу Вот такие всякие Желтого типа Нет Желтого типа Я как-то Чувствую Это Как-то я Нет Ну не очень Нет Я так Не помню Нет Ну я был Какие-то На дискуссии В государственном радио Мы там О каких-то проблемах Говорили Не-не-не Я имею ввиду Вот то что на телевидении Допустим там Житейская На российском Делает там Андрей Малахов Ну к примеру Да Вот такого типа Нет-нет-нет Меня не приглашали Я совсем не обижаюсь Ну сегодня у меня встреча Кстати со зрителями Можете три раза Угадывать Где В Риге В Риге В Риге В три часа У меня встреча со зрителями На полтора часа В русской драме Нет Я в Рижском Я в индусттеатре Да нет Ну это вообще не театр тогда Это вообще Ну в каком-то смысле Может быть В Рижской доме Ну уже ближе В доме Черноголовых Да нет В Рижской центральной тюрьме А Ну не Это Какой-то смысл Мне нужно легко было догадаться Вы в программе Мотивирующей Понимаете Я встречался с людьми Которые работают Что-то делают в жизни Без вознаграждения Без зарплаты Без денег Там есть социальный работник Я с ними встретился При награждении В конце прошлого года Этих людей Которые Так сказать Волонтеры Ну Да Которые делают Мне очень эта идея Понравилась Что они это делают Просто так Что им это Есть потребность Это сделать Что-то передать Кому-то помочь Такие люди Мне очень нравятся И я согласился Я там публично обещал Что я пойду Дедом Морозом Без вознаграждения И пошел В детский сад Один уже был Ну я там уже Каждый год хожу Это мне такое Сказать Десятая часть моей работы Ну Не десятая Но я это делаю Каждый год Без Так Просто иду К этим детям И сейчас пойду Уже Более взрослым детям В центральную тюрьму Тоже Мне нравится Как эта женщина работает Как она это Я хочу ее Так Сказать Чуть-чуть Ну Подержать В тюрьму Вы идете впервые Нет Я был в тюрьмах Я был в тюрьме Я когда служил в армии Я был даже в женской тюрьме Два раза В Ильдит Семсе Был На Круст Былся там Семерка была Кажется И еще там Под Ялговой были В центральной тоже уже был А что вы там делаете Вы выступаете У вас там какие-то Ну Да Я выступал Я же служил в армии В ансамбле Свистопляски Песни Пляски Валтийского Военного округа Сегодня что будете делать Ну Я не знаю Ну У меня нет такого репертуара Для такой аудитории Нет Вы будете как актер работать Да Ну Как актер Я думаю Я пойду там поговорю с ними Ну Они Никакие вопросы поставят Ну Я расскажу о работе актера Как это делают Как снимается фильм Как это то Ну Может Есть ли у них какой-то интерес К другой сфере жизни Ну вот если вы не первый раз Как зритель в тюрьме Вот как Как люди меняются Вы заметили что они другие Допустим Люди Понимаете Там очень довольно Там чувствуется Хирархию Кто постарше Где они сидят Где помоложе Они там сидят И кто вопросы задает Они привыкли комментировать В залах Что-то там и видят Но это довольно такое Время представления Это такое хардкор Да Там ты должен быть На все готов Но если ты даешь Представление Мы их туда Что сказать Не приглашают А привозят туда Они садятся Но для них это Какая-то развлекуха Они в это время не работают А есть люди Которые может быть С тобой хотят поговорить Ну это намного важнее Я чувствую Ну что это мне Стихи буду читать Ну нет Ну зачем им Мы стихи А вот как человек С человеком поговорить Что к ним Кто-то пришел С ним как с человеком А не заключенным Под номером Таким-таким Он преступник И с тяжкими преступлениями И с тяжкими преступлениями Он был преступником Но можно разве Вот так убедить себя Что эти встречи полезны Полезны с человеческой стороны Я думаю Для вас или для них Для обоих нас Я не Ну я не придержусь к иллюзии Что тюрьма Это исправляет человека Но вот такие встречи Помогают Наверное В нем Сохранить Какую-то человечность Но тюрьма Не исправляет человека Человек только сам Себя может исправить А тюрьма Это или Тебя загубит досконально Или тебе дает Такой шок А потом еще Есть такая возможность С чем-то еще Как-то связь С жизнью держать И вот эту Эту маленькую Хрупкую Тонкую связь Я бы Я бы поддержал Вот поэтому Я сегодня туда иду Мне еще звонили Сказали вот тут у вас Центральной тюрьмы Мы можем за вами приехать Нет-нет Я сам Я сам дойду Мы за вами приедем Нет-нет Я сам дойду Я то слышу Как Эйзенштайн Как Эйзенштайн В летучей мышь Он же сам туда В тюрьму приходит Отлично Пишут нам по Ватсапу Доброе утро Гундерс Доброе Аблонич Молодец Вас хвалят Спасибо Согласен что время Стало безликим Вся жизнь Проходит через Денежную призму Увы Мне актер всегда Ассоциируется С персонажем Из лимузин Я не нактый Гундера Хороший русский Поначалу не узнал Голос меняется На разных языках Цеприност Молодец Да И это Норманс Спасибо Норманс Да Понимаете Вот Норманс Наверное уже Более моего возраста Потому что Молодые люди Которые сейчас Посмотрели фильм Им конечно Фильм нравится Смешно А ну о чем там Почему все Такую старую копейку Жигуль хотят От недвижимости Не хотят Там же дают Недвижимость Дом Еще землю А это не хотят Вот эту старую тачку Этот Жигуль Копейку Которую за 200 ладов Сейчас в СС Можно купить Почему они Вот этот Толстый Седой Полуседой Мужик Это же не может быть Тот худой Длинноволосый Который Иман Цакал Ничего там Слушает Люди Вот дети Которые смотрят Им скажут Вот этот дядя Тот который Играл там Он на меня смотрит И нет Это не может быть Ну мы разве Не такие были Мы же тоже были В молодости Да нет Просто время прошло И молодые люди Которые видели фильм И которые меня знают В жизни Или может быть В театре Или как-то По-другому Они не связывают Вот этого Удиса И вот этого Гругленького Бундерса Это не может Один и тот же человек А вы боролись с весом? Да Это моя постоянная вина Это моя такая Мировая война Это такая Понимаете У нас Вот как У меня с весом Как у России С Японией Вот нет мирного договора Надо чем-то пожертвовать Вот об этих курилах Все Да Все дело в курилах Да Я жертвую И потом сдаюсь Потом опять нападаю Потом опять сдаюсь А откуда это? Это в детстве бабушка перекармливала? Да нет Я сам себя там Начал Ну надо За фигуру надо было следить Я как-то залетел на эту самую Которую Через эти самые Ну эту химию Которую нам дают Говорю что это все естественно И хорошо Я испортил свой обмен веществ И с тех пор У меня там не остановилась проблема Это у меня было лет За тридцати по-моему До этого никакой проблемы не было Но я хотел еще улучшить И взял это самое Ну это эти порошки Которые Очень естественные Сербалайфа всякие Да-да Вот из этого И ну там же Определенно какая-то химия присутствует И вот это я сбил себя Вот с этого Аминовещества И так Понимаете Ну дело в том Что процесс Возобновление веса Намного приятней Чем Избавление От него Потеря Да потери Вот это парадокс Мне вот Если бы потеря веса Была так же приятной Так же легкая Как Добавление веса Вот это было бы легче Вот это Противоречие Меня мучает Потому что Как сказал мой врач Который мне советовал И разработал систему По которой Все-таки можно это делать Мундерс Вот я вам даю систему Но только запомните Не надо держаться И нечего Жопой гармошку играть Ну а вот Мне вот это Иногда Эта гармонь Иногда растягивается Растягивается Отличная работа Скажите Вот вначале Вы до этого момента Думал Вот О немецкий язык Нужно как бы мыслить Да Не как немец На русском тоже А вот как Разве может человек Подконтрольно Перестроить Там свое мышление Да Да Конечно А иногда ты Воспроизводишь Какие-то слова На другом языке И не думаешь Ну бывает И часто В нашем театре Тоже в Риге Есть спектакль Есть и актер Который Который играет Ну скажем Постановку Русского автора Который как будто Как будто Переведенный На латвийский язык Ну они говорят Употребляя Латышские слова Делая Неправильную грамматику И устройство Предложения Которое существовало На русском Оригинальном тексте Тоже То есть они говорят На русском языке Только употребляя Латышские слова Это невозможно слушать Потому что человек Говорит что Он просто болтает Но тут есть На русском языке Еще покрепче слова Я боюсь Что их нельзя Здесь использовать Ну что они просто Это все Вот такой поток Слов идет Но они не мыслят И сразу ловлю Что они не мыслят На латышском языке Потому что Устройство предложения На латышском Одно На немецком Другое На русском Третье На английском Иногда более Похожи на немецкий Потому что Одноязыковая группа Но они разные И ты выстраиваешь Свою мысль Через структуру Предложения Куда ты ведешь Все И где Иногда это в начале Это посередине Или в конце Логический акцент Когда вы на этом языке Говорите Вы это делаете Бессознательно Это просто так получается Потому что Вы на этом языке Думаете А вот научитесь думать Вот на немецком На английском Хоть на испанском Как? Ну научитесь языку И слушайте Как они делают Какая у них мелодия речи Не только слова А мелодия Интонация Потому что Я слова воспринимаю Так А то что я шифрую Это ваша интонация Там где пауза Там где громче Динамика Интонация Это я воспринимаю Слова я и так слышу Мне слова не интересны Мне интересна Ваша интонация Потому что по ней Я стараюсь понимать Что вы от меня хотите Что у вас на уме Это меня интересует Слова я и так Я вас и так вижу Но я визуально тоже Очень много информации беру И мелодию Логический акцент Это то что Это то что шифруется При разговоре А не слова Ну почему актеры На сцене Так не естественно Говорят Ну это Вот если вы Ловите 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 кого-то Вот я всегда Эти ударения Вот кабель И кабель Это мне самое Это разное Писать И писать А ловите Ловите Ну ловю Я знаю что есть разница Но когда приходит К слову Вот тут надо Проложить Или надо поймать Конец Кабеля Или кабеля То вы всегда Всегда Как-то задумывались Что я там Должен поймать Да Ну вот это Если вы ловите Кого-то на том Что Ну что он не мыслит Что он не А я хочу верить Это как Станиславский Сказал Не верю Не Мировича Данченко Ну да Но я хочу верить Понимаете Ну я такой наивный Мне довольно легко поверить У актеров очень быстро появляется У многих Это интонация фальшивая Когда вот Такое Театральщина начинается Даже у молодых Это не вот Даже не с возрастом А как-то они сразу покрываются Этим воском таким Вот И не хочется Вот да Вот именно Как воском Яблоко в Риме А я хочу видеть Яблоко Которое без воска Которое там вмятина Чуть-чуть уже там Потемнело Червячком Червячком Выходит окошко Там это живое яблоко А это восковое Это как Ну так Понимаете Потому что люди Не научились Действовать Играть События Сейчас Проводить действия Сквозное Вот видите Станиславский И играть На партнер И от партнера брать Это как секс в одиночку Они сами Себя представляют Сами получают Удовольствие А секс Вдвоем Намного приятнее Но они этого Ничего не познали Ну прости Такое наверное Пошлое сравнение Но в принципе Это так Ну не пошло А одно из самых важных В жизни людей Ну да Быть и присутствовать И понимать Прости Ну Про секс Про секс Да Ну да Но это Я испытал в жизни Эту радость Да Я знаю что это такое У меня двое детей Это не связано иногда Я бы связывал К сожалению Не связано всегда Но я бы связывал Я бы связывал с этим Я не успела ничего спросить Про ваше детство Так хотелось Про детство Я могу рассказать Все что угодно Никто это не может проверить Я уже сам не помню Это понятно Ну я не о том А просто вот тоже Опять же Такой возрастной уже вопрос Ну чем мы старше становимся Тем больше мы вспоминаем Какие-то такие Детские воспоминания И ну часть наших событий Часть жизни Она никогда не вернется То есть мы не можем вернуться В те события Даже приехать в те места Или там Не знаю Те запахи ощутить Которые когда-то Да Чувствовали У вас есть такие Запахи Или вот Ощущения Которые к вам Оттуда приходят Все время Регулярно И Воспоминания То есть Запах Запах Запоминается Глубже И надежнее всего Этот первый Который Вот запах чувствую И вот я не могу Сейчас нигде не найти Запах бензина 76-го Который заливали В старую Волгу На который мы ездили Куда-то надо было На такси И шоферу была такая Дермантиновая Или кожаная куртка Еще шапка была И открывал старую Волгу 21-ю Садилась Этот запах бензина Вот этого Ну нет Ну там уже бензин другой Вот этого бензина нет Запах пломбиры Хорошего Чистого Или вкус Сливочного мороженого Люблю мороженое Хлебного кваса Есть приближенные Ну понимаете Надо считать с этим Что и мои Ну так сказать Рецепторы Тоже Наверное изменились Ну вот такого Нет Вот молока Который Вот едет утром Звонок идет Человек с коляской И там молоко Литр или пол-литра Он из канистры наливает Не надо никакой там Стерилизации Там просто Из фермы Везет молоко Оно это самое Или пол-литра Или литр тебе наливает И вот это свежее молоко Я не любитель молока Но вот этот запах Меня как-то с детством Связывает Сопровождает Да Спасибо вам Гондар Спасибо вам большое У нас время Все Стекло Спасибо вам Гондар Сабалыч У нас был в студии Сегодня Дальше впереди У нас политика После 12 Уже И не с нами С Марисом Министр экономики Придет Ральф Немира Новый Так что Можете тоже Позадавать ему вопросы Спасибо вам Большой удачи И до свидания Спасибо До свидания Хорошего дня Утро на Болткове